В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Подведены итоги голосования по одобрению поправок в Конституцию России. Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом, где большинство граждан поставили галочку в графе «нет». Разговор за чашкой чая. В Рио губернатора Ненецкого округа встретился с активом регионального отделения Союза пенсионеров России. С 1 июля в Ненецком округе открылись рестораны и кафе. Ранее из-за пандемии коронавируса заведения общественного питания работали в ограниченном режиме, осуществляя доставку блюд на дом. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Подведены итоги голосования по одобрению поправок в Конституцию России. При явке 65% за поправки высказались порядка 78%. 21% проголосовавших против. При этом Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом, где большинство граждан поставили галочку в графе «нет». Напомню, голосование длилось с 25 июня по 1 июля. Мария Данник продолжит тему. Избирательные участки в Нарьинмаре в единый день голосования открылись в 8 часов утра. К полудню заметное оживление. На избирательном участке номер 46 в Дворце культуры Арктика по спискам зарегистрировано более 1000-100 избирателей. Участок один из самых активных. Люди идут очень активно. Я так понимаю, что сознание, зачем они сюда идут. Начиная с первого дня, с 25 июня и сегодня, 1 июля, активность не меняется. Наш участок активный по той причине, что к нам приписаны еще люди, которые не имеют постоянно прописки в паспорте. И по постановлению ИКНАУ они привязаны к нашему участку. На 46-м избирательном участке голосует депутат собрания депутатов Нейнского округа Татьяна Федорова. Парламентарий высоко оценила как меры безопасности в день голосования, так и подготовку к нему. Люди достаточно хорошо были информированы, выпускали ряд газет, телевидение. Каждый прочитал каждый день о необходимости голосования, как центральных средств массовой информации, так и местных. Что это достаточно для России важный документ. Мы сами понимаем, что основной закон, который регулирует нашу жизнь, жизнь простого человека на ближайшее будущее и дальнейшие перспективы. Поэтому люди достаточно активны, на мой взгляд, принимают участие в голосовании. Со своими родителями на избирательный участок пришел Андрей Кожевин. Говорит, что голосовал за будущее. Дети-племянники, у меня много племянниц. За наше все будущее. На избирательном участке поселка Лесозавод зарегистрировано более 1200 избирателей. Люди активно идут на участок с самого первого дня голосования. Я считаю, что это мой гражданский долг – прийти на избирательный участок и проголосовать за принятие поправок Конституции Российской Федерации. Проголосовать на выборах можно и вне избирательного участка. Так называемое голосование на дому в этот раз проходит активнее, чем на предыдущих выборах. Мы поступаем активно, да, больше, чем в предыдущие выборы. Всю неделю мы ездили от пяти до восьми раз, то есть каждый день. То есть, если раньше было в один день голосования 8-10, ну сейчас считайте 60, может быть 50-60. Впервые на избирательном участке поселка Лесозавод установлен комплекс обработки избирательных бюллетеней КАИП. На 42-м избирательном участке города Наринмара сразу несколько урн для голосования. Одна из них традиционная, классическая. Она использовалась с 25 по 30 июня. Сейчас урна опечатана и ждет своего часа. С 1 июля все избирательные участки города Наринмара обеспечены КАИБами. Два из таких расположены на 42-м избирательном участке. Еще одна урна для голосования запасная, она под номером 3. И будет задействована в том случае, если КАИБы выйдут в строй для того, чтобы у участников голосования была возможность отдать свой голос. На избирательных участках в городе на протяжении всех дней голосования проходят розыгрыши призов. Среди участников викторины на знание Конституции России. Всего для участников было подготовлено 360 призов. В дни голосования с 25 по 30 июня купоны из барабана доставали раз в день. 1 июля каждые два часа. При нас счастливая рука куратора волонтеров Конституции Евгения Торпова определила очередного победителя. Купон 831-34-77. Фируза выиграла. И что вы дальше делаете? Дальше мы эти купоны подписываем соответствующему участку времени и отдаем отдельным людям, которые обзванивают выигравших и назначают им время и место, где вручение приза. Для жителей Тельвиски в день голосования и вовсе организовали концерт, а также викторину. Поучаствовать в ней мог каждый, кто пришел на избирательный участок. Викторину подготовила у нас директор нашего центра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Александровна Дуркина. Викторина будет преимущественно состоять из вопросов о Конституции Российской Федерации, о истории ее возникновения, о каких-то личностях знаменательных, тех, кто содействовал. В этом во всем. Тельвисочный избирательный участок оборудовали по всем правилам и соблюдениям рекомендаций Роспотребнадзора. Одной из первых проголосовала Анастасия Паюсова. У нас встретили на входе, засмерили температуру, перчатки, маски. Все предоставляется в свободном доступе. И поэтому я считаю, что в телевисочном участке созданы все условия для голосования в настоящих условиях пандемии. Мы живем в Российской Федерации и от принятых сегодня наших решений зависит наше будущее, будущее наших детей. Я считаю, что я должна принять сегодня решение. Каким бы оно ни было, это будет мое решение. И потом я не буду жалеть, что я не сходила и его не приняла. Закрылись избирательные участки в 8 часов вечера. На подсчет голосов и сверху списков потребовалось несколько часов. Итоги прошедшего голосования сегодня подвели в избирательные комиссии Ненецкого округа. В пресс-конференции для журналистов региональных СМИ приняли участие председатель избиркома Ненецкого округа Георгий Попов, председатель общественной палаты Игорь Соколов и руководитель регионального исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Кожевин. Итоговый протокол по результатам прошедшего голосования избирательной комиссии Ненецкого округа был подписан сегодня в 11 часов. Сразу после документа направлен в Центр избиркома России. Жалоб заявлений и обращений по процедуре проведения голосования в избирательной комиссии, в том числе избирательную комиссию округа, не поступало. Особых мнений от членов комиссии при подписании протокола также не поступало. На избирательных участках несли дежурство 230 общественных наблюдателей. Формированием корпуса общественных наблюдателей занималась общественная палата Ненецкого округа. Необходимо отметить, что ни одному желающему стать наблюдателем, имеющим на это право, отказано не было. На каждом избирательном участке, как в городе, так и в населенных пунктах, общественные наблюдатели слились за проведением голосования, подсчетом голосов и установлением итогов голосования. Каких-либо нарушений выявлено не было. На все избирательные участки наблюдатели предоставило Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия». Что можно отметить 100% – это, конечно, отсутствие каких-либо нарушений и замечаний в работе участковых избирательных комиссий. Был разработан соответствующий стандарт, золотой стандарт наблюдения. Все комиссии были обеспечены как средствами защиты, так и полностью эффективно, чрезвычайно, на самом деле. Мы получали кучу массу положительных отзывов от наблюдателей о том, как процесс был организован. В голосовании по поправкам в Конституцию в Ненецком округе приняли участие почти 22 тысячи человек. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ненецкий округ стал единственным регионом в стране, где против поправок в Конституцию России проголосовало большее количество жителей округа. Почему это произошло, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Региональная явка жителей округа на избирательные участки составила более 58%. Из тех, кто принял участие в голосовании, против внесения поправок высказали свыше 54,5%. Свой голос «за» отдали около 44,5%. Почему итоги голосования в Ненецком округе разительно отличаются от результатов голосования в других субъектах Российской Федерации? Конечно, не все сложилось так, как планировали. И результаты в отдельных населенных пунктах, они были негативные. Но это не негатив по отношению Конституции, по отношению президента. Это, на мой взгляд, отношение к протестному голосованию, это протестное голосование по отношению к объединению с Архангельской областью Ненецко-автономного округа. Я думаю, что люди, которые приходили на избирательные участки и голосовали против, они просто хотели донести свою позицию до федерального уровня власти. Хочу отметить, округ хочет самостоятельным субъектом в составе России. Это требуют наши избиратели, люди в своем большинстве. Таким образом, на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, жители округа голосовали не столько, сколько против поправок, а голосовали против объединения двух субъектов. Напомню, 13 мая 2020 года временно исполняющими обязанности губернатора Архангельской области и Ненецкого округа был подписан меморандум о намерении создать новый регион России путем объединения двух соседних субъектов Российской Федерации, что вызвало негативную реакцию среди жителей Заполярья, которая вылилась в мирные акции протеста и флешмобы, а завершилась сбором подписей против этих намерений. 10 июня на очередной сессии собраний депутатов Ненецкого округа в Рио губернатора Юрий Бездудный официально заявил о том, что референдум по объединению регионов не состоится в этом году. Если говорить об итогах голосования Ненецкого автономного округа, это, наверное, та ситуация, когда нужно обратить внимание центральных органов, центральных властей на ситуацию в округе, в которой сложилось вопрос об объединении. Это, наверное, голосование не столько против Конституции, на мой взгляд, сколько возможности использовать это голосование, чтобы вопрос объединения был снят с повестки дня. К сожалению, по сегодняшний день повестки дня не снят. Люди как продолжали выходить на флешмобы, петь, исполнять гимны, но реакции властей на это, на мой взгляд, не было должным образом. Да, и мы сами получили тот результат, который ожидали. По итогам 1 июля многие представители власти в Ненецком округе заявляют, что именно вопрос создания с Северного края предрешил исход голосования в Ненецком автономном округе. Так же считает и представитель Совета старейшин Ассоциации Ненецкого народа ЕСОВЫЙ Петр Алексеевич Шлебков. И честно скажу, я до 4 утра не мог просто заснуть, потому что так близко воспринял известие, что наш округ единственный в России дал отрицательный ответ по референдуму. С чем это связано, я, честно сказать, точно не могу, но могу только предположить, что в мае месяце, когда прошло меморандум об объединении двух округов Ненецкого автономного округа и Архангельской области, тогда, конечно, тоже весь округ был, не сказать, в шоке, и все дружно выступили против этого объединения. Я специально сегодня утром, прежде чем встретиться с вами, обзвонил поселке, где живут наши ненцы, ненецкое население, такие, как Нельминос, это тисаненецкий поселок, как Онгурей, как Колгуев, Кара, Уськара, Каратайка, Ома, Несь. И там мне сказали, что были большие количества людей, были за поправки. Добавлю, на избирательных участках были также признаны недействительные 212 бюллетеней. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 28-я сессия окружного собрания депутатов продолжит свою работу в пятницу 3 июля. Как пояснил спикер окружного собрания Александр Лутовинов, накануне поступили поправки временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Бездудного к законопроекту о внесении изменений в закон Ненецкого округа об окружном бюджете на текущий год и на плановый период. Для дополнительного изучения поступивших документов предложено объявить перерыв в работе 28-й очередной сессии. Нам необходимо их детально рассмотреть, ознакомиться. Если необходимо, то и поспорить. Поэтому сегодня мы рассмотрим данные поправки на комиссии, а затем на комитете, для того, чтобы уже с пониманием каждым депутатам выйти на соответствующее сессионное решение. Я считаю, это совершенно правильно сделано, потому что каждый депутат должен понимать, за что он голосует. Сессия регионального парламента продолжит свою работу в пятницу 3 июля. Начало в 9 часов утра. В Рио губернатор Ненецкого округа встретился с активом регионального отделения Союза пенсионеров России. Встреча прошла в неформальной обстановке. За чашкой чая пенсионеры рассказали о своей работе и достижениях. Ненецкое отделение Союза пенсионеров России было создано в 93-м году. Тогда организация объединяла всего 18 человек. Сейчас в команде единомышленников более 2000 жителей высокого возраста Ненецкого округа. В Несе, разумеется, есть по счету. В Несе, да. В Несе, да. В Несе, да. В Несе, есть. В Несе, есть. В Несе, есть. Да. В Рио губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный знакомится с географией расположения клубов общения пенсионеров. Всего в регионе 48 клубов. Большая часть, 26, расположена в Нарьинмаре. Остальные в населенных пунктах и даже самых отдаленных. Один из таких клубов в Усть-Каре. В прошлом году мы делали чистое подворье. Но там же ничего не растет. Так они пытались сделать японские такие, знаете, моделированные дворики. Такие из камней, чего-то такое интересное. На встречу с временно исполняющим обязанности губернатора пришли представители спортивного клуба пенсионеров. Пенсионеров Хариверской экспедиции клуба общения людей высокого возраста поселка Лесозавод. Последний создавался в 98-м году. Когда завод у нас закрылся, вот в таком трансе были все люди. Петра, эти каждый день идти до проходной на работу, обратно. А тут бац, и все обрезали. Было такое у людей, в общем-то, очень состояние темное. Туннель темный даже. Угнетающее. Да, угнетающее. И вот спасибо Леониду Силену. Вот я здесь еще раз спасибо говорю. Они как бы предложили нам первый раз в 98-м году собрать людей. Ну как-то надо людей было воодушевить, поднять, поддержать. Клуб получил название «Огонек». Сейчас в нем 118 людей почетного возраста от 75 лет и старше. В основном, конечно, направление у нас было, в первую очередь, и до суд, конечно, чтобы людей как-то поднять. Но и очень много, мы в то время, очень много социальных вопросов решали. И обои давали, и краску давали, и валенки давали. В этом году клубу исполнилось 20 лет. Однако из-за ограничительных мероприятий отметить события не удалось. Юрий Бездудный предложил провести праздничные мероприятия осенью. Давайте подумаем, когда удобнее было бы провести этот юбилей, чтобы все ограничительные меры уже были сняты, и была возможность действительно собрать всех ветеранов и поздравить. Поэтому вы определяете, и тогда уже, может быть, осенью это сделано. Гордость Нейнского округа – университет пожилых людей. Осенью ему исполнится 10 лет. Университет посещает более тысячи человек. Этот проект признан на федеральном уровне. И в 2019 году как раз в список этих лучших решений вошли мы. Общественные университеты. Да, вошли 41 субъект. Да, 41 субъект, в том числе Нейнский автономный округ с проектом «Университет для пожилых людей». 20-летний юбилей в этом году отметит и спортивный клуб пенсионеров. Праздничные мероприятия состоятся 1 октября. В этот день пройдет спортивный праздник за здоровое долголетие трех поколений. Также осенью пройдет традиционный конкурс «Чистое подворье». Юрий Бездудный поддержал инициативу и пообещал с помощью компаний-недропользователей по итогам конкурса провести фестиваль и выставку участников. Мария Даник, Антон Водряков, телеканал «Север». С 1 июля в Ненинском округе открылись рестораны и кафе. Напомню, из-за пандемии коронавируса заведения общественного питания работали в ограниченном режиме, осуществляя доставку блюд на дом. О том, выдержали ли такой удар рестораны, расскажет Алина Выучейская. В одном из самых популярных ресторанов Нарьинмара этим утром довольно интересная атмосфера. Сотрудники фрегатов в Пустозерске будто не верят, что с этого дня все вернулось на свои места. И снова будут приходить любители изысканных блюд. Счастья не было предела, и мы вчера тут все подготавливали, вспоминали, где у нас что лежит, посуда. Повара, наверное, заново сейчас будут учиться класть все в тарелки, а не в боксы. А когда нас закрыли, сначала было состояние паники, состояние, естественно, шока. Но потом мы приработались, у нас активно работала доставка. Мы сохранили полностью свою команду, никого не сокращали. Все, если были отпуска, то они были оплачиваны, естественно, по графику причем. Но я очень рада, что это закончилось. Екатерина Николаева признается, за три месяца безочного обслуживания клиентов решили не терять время и обновили интерьер. Уютную обстановку оценил гость заполярной столицы Олег Хабаров. Он, кстати, сегодня первый посетитель. Говорит, пандемия коронавируса застала врасплох, ведь привычные будни изменились до нельзя. Достаточно тяжело переносится, потому что мы привыкли к определенному укладу, определенному ритму жизни. В связи с ковидной инфекцией действительно у людей изменился ритм жизни. То есть очень многие потеряли отпуска в этом году, не могут себе позволить сходить в общественные места питания. Никаких ограничений по количеству посетителей в кафе и ресторанах нет, поэтому здесь всегда рады гостям. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север». Это вся информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является компания «Полар Транс». Продолжение следует...